Всем привет! Добрый день! Вторая серия у нас нашего чехла на машинку, на швейную. Сейчас я покажу, что я задумала. Перевожу на рабочий стол и показываю свои заготовки, сразу рассказываю коротко и начинаю уже основную раскладку ткани. Смотрите, я надеюсь видно. Кусок ткани был совершенно одинаково окрашен. Единственное, что я сделала, это я разделила по-своему эти кусочки и по-своему скомпоновала сами цветки. Обратите внимание, этот цветок и этот цветок, этот цветок и этот цветок. Опять же, можно посмотреть вот эта веточка, к примеру, или вот это и вот это. Что я сделала? Здесь я уже сколола один край и цветок я уже приколола, но смотрите, я хочу усилить каждый цветок основной. Тут их не так много, 5 тюльпанов и 6 ромашек, ну и несколько лепестков. Сами лепестки я, может быть, и не буду трогать. Но ромашки и тюльпаны я хочу, у меня есть сетка, у меня есть вот такой шифон. То есть тюльпаны были одного цвета, я хочу сделать их еще разного цвета. Сейчас я все это покажу. Ромашки есть ромашки, я их просто сделаю разного размера, а не одного размера. Я их сделаю разного размера. Ну и в перестрочке, когда они будут свободноходовой строчкой отстрачиваться, они тоже станут отличаться. То есть совершенно однотипный цветок, кусочек ткани, который был несколько изрезан, даже рисунок поврежден. Я делаю из него в обратном порядке, создаю что-то вроде такого эксклюзивного кусочка ткани. Сейчас я делаю раскладку, покажу и иду на машинку делать стежку. Показываю, что у меня получается. Остался один цветочек, но не потому что я сделала лишнее, а потому что я на один крайний цветок вверху не стала просто его цеплять. И решила, что зачем он там нужен, его придется резать пополам, я добавлю его в этом месте и просто потом прошью. Возможно я еще пущу сюда какой-нибудь кусочек зеленого листика, зеленой тряпочки, а когда буду перестрачивать, все это выделится очень даже неплохо. Все иголки у меня ушли. Сейчас я буду добавлять иголочки сюда. Ну вот так вот. Вот как-то так. Что мне теперь нужно сделать? Мне конечно нужно отрезать ватин. Сантиметров пять я точно сэкономила и теперь у меня похоже хватает на оверлок. Сантиметров пять сэкономила я. Ботина. Ботин я могу теперь отрезать благополучно. Цветы вы видите и все можно покрывать органзой. Вот какой длинный кусок получился. Видите? Я кругом добавила внутрь разный цвет, чтобы каждый тюльпан все-таки имел другой оттенок. Видите? Таким образом разнообразила. Здесь тоже красный, здесь еще другой цвет добавила. Все ромашки выделила белым цветом. И строчить я буду цветы эти выделять. Я буду разным цветом делать свободноходовую такую художественную строчку. Буду разным цветом. Здесь допустим бордовым. Здесь будет какая-то темная зелень. Ромашки может быть темно-синим, каким-то темно-голубым и белым возможно. Ну это естественно зеленью разной. В общем сделаю строчку, покажу отстроченную. Да, сейчас я покрою органзой. Я не помню сказала или нет. Сняла со стойки. Решила показать на полу. Сейчас я буду покрывать органзой. Полную панораму. Вы посмотрите какая красота. Надеюсь, что она видно. Потому что смотрю кверх ногами. Ну все, уже я теперь выключаю и переключать буду, когда уже будет прострочено все. Следующий этап. Я покрыла органзой. И сейчас медленно переставляю иголочки уже по органзе и по подкладу. То есть вот у меня слой подклад. Слой, как это сказать, прокладки, которая мягкая. Это не синтепон, это ватин. Но он такой белый. Интересный. Я такой первый раз вижу. И значит потом идет слой лоскутков, которые проложены именно. Ну, я вам показывала. Затем слой непосредственно лоскутков, на которых нанесен сам рисунок. И органза. Сейчас я все это перекалываю вместе. Скручиваю и иду делаю стежку. Я не буду показывать, как я делаю стежку. Я показывала это на подушках, как я делала. Собственно, это все-таки не мастер-класс. Ну, я просто делюсь своими изделиями. Некоторыми моментами того, как я их делаю. И показываю, как это можно, в общем-то, несложно и получить удовольствие, сделать красоту из ничего. В общем-то, цель моих видео вот такая. Ну, естественно, по болтушке. Поэтому вот я не очень показываю все прям моменты. Хотя на маленьких кусочках я это буду делать. Если кому интересно, опять же, стежку. Я буду делать какие-то маленькие проекты. Да, конечно, я буду это показывать. Это я быстренько снять. Я начинаю процесс. Вот она, помощница. Пёрлась, пёрлась вот это через все. Через все промежутки. Она пёрлась мне на колени. Я её наругала. Уляглась. Вот, гляньте. Удобно ли тебе, девица? Удобно ли тебе, красавица? А, уснула она. Про тебя, про тебя говорю. Вот скажи мне, тебе удобно там лежать? У тебя нет места другого? Нет, другого места нет. Только на столе. Вот она, наш пятачок. Лакусечка. Ну, мама села работать. Вот скажи, пожалуйста. Без тебя я не могу, да? Вот видите? Так я должна работать. Помощница моя любимая. Ну. Укладывайся. Будем делать красоту и показывать людям. Нести красоту в люди будем. Укладывайся. Ложись спать, ложись. Она знает слово. Ложись спать, ложись, ложись. Быстро ложись спать. Быстро ложись спать. Ложись, ложись. Сейчас будет маститься. Мама казала спать. И всё, шимать, как хочешь. Недостаточно места на телефоне. Телефон забит. Я постоянно что-то снимаю. И берегу, покуда не выйдет. Я всё это берегу. Так вот, что я показываю. Когда у меня съезжает немного ткань, и мне нужно её поправить. Я просто, видите, я надеюсь, видно. Я загоняю иголку под верхний слой. Тут-то я уже пролезть нигде не могу, потому что там-там-там настрочено, и уже я не могу так подвигать. Я загоняю иголочку. И иголочкой аккуратненько подтягиваю. Ну, насколько это возможно. Мне не суть важна, но немного, чтобы поправить мне нужно. И всё, вот я подогнала. Слегка поправила. Всё, я теперь могу строчить. И когда я буду строчить оттуда-сюда, иногда я, вот первые строчки я делала от центра к краям. Сейчас мне нужно наоборот немного согнать в обратную сторону, поэтому я сейчас буду делать обратный процесс. И я слегка подтягиваю. И сейчас эта конюшечка вернётся. Внутренний один слой соскочил. Я так думаю, вы поняли, что у меня произошло. Ну, я сейчас строчкой это всё спрячу, закрою. Ниточки я решила обрезать в последний момент, но иногда они мне мешают. Ниточки, которые остаются от строчки. Они мне мешают. И я иногда, которые мешают, срезаю. Потом я наизнанке просто все эти кусочки завяжу между собой. Аккуратно срежу и всё. Я, конечно, поставила наизнанку нитку, которая подходит под цвет изнанки. Но шпулька моя протягивает внутрь верхнюю нить и, ну, как будто бы так строчка. Ну, это ничего страшного. Во-первых, это изнанка. Во-вторых, я не скажу, что это, ну, а что тут такого. Просто изнанка, которая, на которой проходит стёжка. Стёжка красивая. Она же, если поверху она меня устраивает, почему она может, не может меня устраивать во внутренней части. Поэтому, смотрите, что я делаю. Я надеюсь, видно. Вот здесь, ну, я потом, может быть, покажу. Так как рисунок я состыковывала от разных тюльпанов. Головка от одного тюльпана, бутон, ножка от другого с лепестками. И здесь не совсем совпадает рисунок. Если бы мы просто соединяли, то, конечно, это было бы очень заметно. Ну, если сострочил, и всё. А так как здесь ещё покрывается свободноходовой строчкой, то это всё только в помощь идёт, понимаете? Получается, что как бы этот рисунок прорисовывается, и уже он объединился. Уже не видно, что это было там что-то, что-то не совпадало. Вот таким образом и рисуется, как бы рисуется новое полотно. Так, осталось буквально всего ничего прострочить. Вот я сейчас сделаю, опять же, сначала я сделаю это на тюльпане, а потом уже прострочу, ух ты, сцепилась, вывернулась иголка, и лезет мне прям в руки. Очень большой кусок. Первый раз я такой большой делаю, а машинка не совсем, и станина вся, это не совсем предназначено. Но мы ничего не боимся и делаем. Главное время от времени, вот и посмотри. Главное время от времени, я подкалываю, смотрите, иногда я подкалываю, чтобы край не слешивался, ничего страшного. Но самое главное время от времени руками поправлять. Здесь все очень сколото, хорошо, качественно. Запас по ткани есть на всех краях. И запас по крою у меня есть, поэтому. И я не забываю немного пускать такую волну. Я специально это делаю, дергая. Дергая со стороны в сторону и немного вверх-вниз машинку, как мне рассказывают. Трясется камера, когда снимаешь. А вот видите, трясусь-сяк. Я же за машинкой строчил и трясусь. И вот видно, трясусь-трясусь, научилась трястись. Научилась трястись и трясусь. Такая всякая дрясогушка. Я надеюсь, кончики, чтобы они казались потоншиками, конечно же, я вывожу без всякой волны. А вот именно у меня почему-то не режет нижняя нить. И она как-то снова у меня практически не резала. Не хочет. Она говорит, что-то вы разбаловались, буржуи. Буржуины. Вся покусанная. Собака меня покусала. Я вчера занималась, я иногда волонтерю. Ну, как иногда. Я могу взять там собачек каких-то или щенков выброшенных. Если девочки мне гарантируют, что они их будут пристраивать, я могу на неделю, на две их взять. Я не могу взять полностью. Потому как я часто уезжаю. Ну, и здоровье я не могу себе позволить вторую собаку. У меня есть вторая собака, она у сына живет. Ну, она как бы наша общая с ним. Она сейчас живет у сына. С приютом взяли мальчишку брошенного. Хозяйка у него умерла, а родственникам оказались две собачки не нужны. Одного сразу забрали, а второй погоремыкался. Ну, и мы его забрали. Ну, он живет у сына в семье. А это я просто иногда беру помочь. С женщинами, я познакомилась с женщиной, ну, на форуме у нас в ВКонтакте. Представляете, у нее 6 собак и 20 кошек. Если не больше кошек. Ну, кошек котов. И она за свои денежки их кастрирует. Ну, ей мало очень кто помогает. Она все это за свои деньги делает. Она их то кастрирует, то лечит. И сама работает на удалении. Потому что она не может не работать. Не может работать где-то на предприятии. Потому что такая араба, представляете, их кормить, гулять, лечить. И вот она всю свою жизнь, она моего возраста где-то, всю свою жизнь она положила на животных. Вот такая женщина. С какой женщиной я познакомилась. Это я познакомилась с ней буквально на днях. Вчера поехала к ней забрать этого песика. Нашелся песик. Она вывела своих гулять и нашла песика. Представляете. Он чуть под машину не попал. Забрала к себе. Явно пёс маленький такой. Но он явно домашний. Он чистый, он ухоженный. Он даже запах имеет. Знаете, вот домашние собаки. Но кто держит собаку, и ни одну собаку и сталкивался, тот понимает, о чем я говорю. Ну и хочется женщине помочь. Я летом держу собаку передержку. Беру маленькие породы, мелкие. Ну, за деньги, понятное дело. За небольшие. Ну, а почему бы не помочь и бесплатно не поддержать на своем питании, как говорится это. На свое питание взять и поддержать неделю-другую. Ну, или найдутся прежние хозяева, от кого он сбежал. Ну, всяко бывает. Потеряли люди, может, ищут страдают. И либо мы найдем прежних хозяев, либо хозяев прежних не найдем, значит, она будет пристраивать его в добрые руки. Его хотели собрать. Были желающие люди, но все-таки хочется дать шанс людям. Всяко бывает. Может быть, его не выгнали. Может быть, его потеряли. Нужно найти хозяев и постараться вернуть детеныша к хозяевам. Ну, он не совсем молодой такой, но хороший, славный такой, симпатичный. Симпатичный песик. Жалко очень. Хоть бы он нашел своих родных родителей. Я знаю, как собаки радуются, когда встречают. Я сама часто уезжаю. Ну, не часто, раз в год я уезжаю. И когда я приезжаю, моя собака просто вне себя от счастья. Хотя люди, у которых она живет, очень хорошо к ней относятся. И она их, в общем-то, тоже очень любит. Ей, если сказать... Лакуся, Витю поедешь до Вити? До Вити поедешь в гости? О, она готова. А до Вити в гости она готова с маменькой. Да, вот она. Не видно? Не видно. Вот она. Прискакала. Прискакала. Прости, Дарамуша, я тебя побеспокоила. Я пошутила. Мы потом поедем к Витю в гости. Она сейчас пойдет под дверь встречать Витю. Да, мама когда говорит, кто-то нам придет. Мы идем встречать под дверь. Я прошу прощения. У меня смена нити. Смена караула. Так вот. И вчера мы пытались. Я ей шлейку свою привезла. Она оказалась маленькая. И, в общем-то, он нас покусал до кровищи. До кровищи. Не то, что до кровищи. До кровищи. У меня лапка уже разболталась. Вышивальная. Срочно нужна новая. Так. Не вижу. Не вижу отвертку. Я налила порядок. И так налила порядок, что ничего не могу найти. Куча всего. Я все попрятала. Подкрутить чуть-чуть. Лапочку подкрутить. Так что вот так вот. Я спешу доделать это. И сегодня мне еще привезут собачечку. Сейчас я уже дострочу. И покажу готовую. Тут остались мелочи. Ну, я не думаю, что есть смысл прям вот каждую строчку показывать. В общем-то, понятно. Просто сейчас такие мелкие пойдут моменты. И мне нужно будет... Сложно будет показать. И все это переставлять бесконечно. Что еще хочу сказать? Я не знаю, кому как. Может, из-за того, что я левша, я частичная левша. Как это называется? Как это объяснить? Я ножницами левую руку. Ну, я переученная левша. Ножницами левой рукой я левую лучше, чем даже правой. Ножом. Ну, смотря что, конечно. Вилкой и ножом. И ем. Вообще, как будто бы я так всю жизнь не ела. То есть мне не пришлось себя приучать. Люди говорят, ой, сложности там у меня не было. Ну, то есть из-за того, что я левша. Поэтому так оно, наверное, и получилось. Но, вот я смотрю, я, между прочим, посуду, когда мою, ставлю, как левша. Это выяснилось уже. Ну, когда мне кто-то сказал. Я сама, в общем-то, и не догадалась бы я. Как мне было удобно, так я и ставила. Это я, извиняюсь, заднюю ниточку не всегда срезают. Я ее лезу, срезаю. Посмотрите, какая уже красотень, красотеньная получается. Так вот. Я не знаю, почему, но мне вышивать легче в обратную сторону, как бы. С головы. Я иду не с головы, я иду с ног, извиняюсь. Мне почему-то так удобнее. Уж не знаю, почему. Попробуйте. Может быть, вам так будет удобнее. Ну, кто знает. У меня. Ага, вот сейчас отрезалась нормально. У меня уже разболталась пластиночка пластиковая, которая закрывает шпульный колпачок. У меня, похоже, ага, закончились нитки. И заканчивается. Чуть-чуть еще осталось, конечно. Но уже я не буду. Вот эта часть у меня уже, видите, так разболталась, и вот это она у меня тарахтит. Ну, покупать новую, пока это держится и не отпадает, я не буду. В принципе, можно будет ее прикреплять скотчем аккуратно. Так, но мне еще остался совсем краешек зелени дошить. И потом немного пройти нужно золотом. Я тут приготовила. Ну, в общем, золотом пройдусь. Уже больше никакой цвет не буду. Добиваю этот и ставлю золото. Уже основные. Основное все уже сделано. Растегаю чуть-чуть. Сделаю такое небольшое, как это называется, эхо. Эхо своих строчек, сликнуть. Я сделаю еще золото. Эх, эх, эх. Не то я эхом простегала, да? Ну, ладно, я это сейчас выпарю. Нужно успеть, нужно успеть допоказать то, что я хотела, потому что пищит уже телефончик о том, что он хочет разрядиться. уколола палец и кровь идет. И не хотелось бы испачкать. Не хотелось бы испачкать. Поэтому я так стараюсь с одной стороны побыстрее, с другой стороны, видите, укололась. а тоже так не хочется быть и холодой. И холодой не хочется быть мне. Некоторые эти светло-зеленые я возвращаюсь, некоторые одну строчку только делаю, но как мне захочется, так и делаю. вот тут наверное как раз пройдут два и остался всего один тюльпанчик. И все, тогда я делаю золотом. Но я надеюсь, что я надеюсь, что сейчас я наверное уже доснимаю тюльпан с вами вместе. А уже золотом поставлю на зарядку и золотом достигаю бордом одиночестве. Ну, основное понятно, что тут если кто первый раз зашел, как раз будет понятно, как я это делаю. а кто уже видел, я уже показывала. Ну, просто мне так веселее, конечно, с вами. Я надеюсь, я не всегда обращаю внимание и могу очень извиняюсь, но могу не увидеть, что я закрыла руками или завернулся кусочек ткани на меня. поэтому не судите строго. Буду повторять в других своих видео, если уж что-то не досняла. Будете мне говорить, писать и я буду стараться доснимать. Все, зеленью я закончила. Постараюсь сейчас медленно показать эту всю красоту. Сейчас я вытягиваю все ниточки, которые торчат внутрь. Прохожу золото, но не знаю, тюльпана, наверное, не стоит, я только испорчу. Если только вот так пройти, чтобы все-таки как можно более стеганая была ткань, полотно. да, вот тут я еще не простегала, но здесь я золотом уже простегаю, уже, наверное, не буду затягивать сильную нитку. Вот она такая красота. Все, я выключаюсь и уже буду показывать, когда я буду собирать его, когда он готов, полотно будет готово, я его сравняю и буду сборку делать, вот тогда я покажу. У меня авария произошла, восстановлению не подлежит, представляете, хорошего качества иголка. Гляньте, пробила насквозь, вон ногти мои все, это я вытаскивала, кстати, когда застряло в своем гнезде, завтра с утра поеду за новой лапкой. Ну, из положения я вышла, не спрашивайте как, но я доделала стежку и даже я вот думаю, я, наверное, гладить не буду, потому что так красиво эта вся слегка сморщенная структура. Посмотрите, какая красота эта песня. Я сейчас сшиваю, делаю в виде пакета, я не буду никаких сложностей делать, обработаю низ, сошью один этот общий шов, сшиваю вверху и потом просто зашиваю уголки. Сейчас я все это делаю, потом просто в развороте покажу. Закончила я чехольчик свой. Сейчас я залезу с обратной стороны. можно, конечно, его подкоротить чуть-чуть, но я так подумала, это вот она открытая, если прикрыть, получается вот так, но тогда сюда можно спрятать, допустим, какой-то даже пакет еще и лапку. Видите, как симпатично можно поставить, сейчас я по-другому поставлю стол, видите, со входа будет как смотреться. И у меня этот стол, его можно сложить в два раза, полностью в два раза я могу его сложить, перевернуть, я так показываю, и там за столом стоит табуреточка, если стол сложить, задвинуть, убрать табуретку, и вот так будет стоять, как будто бы декор. Мне очень нравится, просто чудо. Конечно, если бы не этот рисунок крупный, можно было бы все это скруглить, но будет стоять так, прям очень мне нравится, очень. Нужно будет попробовать еще на оверлок одеть этот чехол, на оверлок тоже подходит, тоже можно. Там у меня дальше машинка вышивальная, ну так конечно машинка за дверью ходит, а это вот пожалуйста, подушка не подушка, что оно такое, ну в общем такая красота. Ну все, на сегодня я иду уже отдыхать, всем спокойной ночи, подписывайтесь, ставьте лайки, заходите почаще ко мне на канал, если есть возможность поделитесь в соцсетях, приглашайте друзей, буду стараться радовать вас чем-то еще новеньким и интересненьким. Пока!